Здравствуйте! Сегодня мы разбираем восьмое задание курсу «Английский в медицине». Итак, что от нас требуется в этом задании? Консультант в больнице сделала эти записи своего разговора с мистером Грина. Complete as many of the gaps, as you can, with the help of the letter on page 10. Заполните или завершите как можно больше пробелов пропуска, насколько вы можете, as you can, с помощью, with the help, с помощью письма на странице 10. То есть вам нужно вернуться на страницу 10, там уже были у нас даны некоторые подробности мистера Грина, его истории болезни и часть пропусков заполнить оттуда. Then listen to the recording and complete the remaining gaps. Затем прослушайте запись и заполните, завершите оставшиеся remaining gaps промежутки пропусти. Use the abbreviations, используйте сокращение, You have studied, которые вы изучили, in this unit, в этом уроке. Итак, смотрим, что у нас есть в форме. У нас есть surname, фамилия. Мы помним, что это Mr. Green, и поэтому пишем здесь Green. First names, имя, Peter, возраст, age, 42, пол, sex, masculine, мужской, marital status, семейное положение, буковка M, что означает married или женат. Спускаемся ниже. Occupation – это род занятий, род деятельности, и он у нас salesman, то есть продавец. Present complaint – текущая жалоба. На что он здесь жалуется? Central chest pain radiating to left arm. Central chest pain – это то есть боль в центре груди. Radiating – иридирующая to left L, это буковка, которая здесь означает left, левую руку. Started with severe attack with dyspnea. Начинается эта боль с тяжелого приступа severe attack. Так, этот значочек у нас здесь означает предлог with – с отдышкой. Или здесь пное. Pain lasted 10 minutes. Боль продолжается 10 минут. Relieved by rest. Облегчается в покое. Relieved – это облегчается by rest в покое. has occurred since on exertion. Has occurred – это у нас present perfect. От глагола to occur. To occur – это возникать, происходить. То есть эта боль возникает. On exertion – это при напряжении. Смотрим, что у нас дальше. Буквка O и E означает on examination, то есть при осмотре. General condition – общее состояние. ENT – это ear, nose, throat или ухо, нос и горло. То есть дальше идет осмотр по системам. Следующая система – это R.S. R.S. – это дыхательная система или respiratory system. Chest. Chest – это грудная клетка, но в данном случае подразумеваются легкие. Clear, normal. То есть чистые, без патологии легкие. Это у нас CVS – cardiovascular system. Это сердечно-сосудистая система. Сюда относятся pulse – пульс 70 per minute, 70 ударов в минуту. Blood pressure или артериальное давление – 130 over 80. HS здесь у нас – это heart sound, то есть сердечные тоны. И они у нас normal, то есть в порядке. Следующая у нас идет аббревиатура GIS – это ЖКТ. Gastrointestinal system. Это у нас мочеполовая система. И последняя CNS – это CNS – центральная нервная система. Посмотрим до конца этот у нас бланк. Immediate past history – это анамнез, то есть история болезни, которая была что-то в последнее время, что происходило с вами. Immediate. Parts of note – это примечания. Investigations – это исследования. И это диагноз. Итак, мы разобрали с вами восьмое задание. Смотрите продолжение в следующих видео. Не забывайте повторять изученное. Разыгрывайте диалоги. Повторяйте слова. И успехов вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!